Друзья, всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сейчас иду на маникюр, потом хочу зайти в магазин. Хочу сегодня, короче, приготовить вкусняшку. Ну, что готовить, не знаю. Думаю, я зайду в магазин, посмотрю, что там, что там. На что глаз упадет, может какая-то идея придет. То и буду готовить. Но хочется что-то такого вкусненького. Ух, отличное настроение, чего и вам желаю, мои дорогенькие. Мои дорогенькие, сделала я маникюр, решила такой нюдовый белый сделать. И, кстати, моя мастер по маникюру говорит, что вообще кутикул нет. Что вы делаете? Я говорю, ну, так как вы рекомендовали, так вот я пилочкой и подпиливаю кутикулу. Ну, я уже об этом говорила. Сейчас покажу вам свои покупочки. Куриное филе я покупала в наш фермер. Тут три половинки. Я заплатила 120 гривен. Купила сыр моцарелла, кильку, половина капусточку. Капуста у нас растет, что доллар. Зелень, короче. 23 гривны. Половина капусточки, а так 21 с чем-то килограмм. Водичку вот такую вот взяла. Это Владику. Я не люблю газированную. И бананы. Бананы у нас на 45 гривен по 31 гривен не за килограмм. Вот чек. Если кому интересно, что у нас, почем. Эти покупать. Да, кстати, что почем. Что почем. Классная покупка получилась. Потому что у меня на 139 гривен, да, были бонусы. Списалась и получила 75 гривен. Я заплатила за вот это все, кроме куриного филе. Вот так вот. И килечку такую захотелось. Люда показывала. Думаю, хочу. Увидела. Вроде бы такая. У нас на улице сегодня такая классная погодка. Настроение у меня вообще супер. Глазки у меня сегодня уже немножко получше. Ну, немножко, а множко, множко, множко. И письмо такое классное получила о том, что уже устранены там на моем канале Татьяна Лайфлог эти неполадки. И думаю, записала видео, выставила на канал Позитивные будни зданий. Просто хочу немножко объяснить, что не хочу дублировать одна и та же тематика на разных каналах. А этот канал, мой Татьяна Лайфлог, он такой домашний, он такой мой-мой, такой этап жизни тут. И понимаете, как сложно это все бросить и так далее. Но, предупреждаю, сама себя, Таня, не лазь больше в настройках, не умничай там. И, кстати, а вы замечали, что есть какая-то такая везучая вещь? Именно вещь, когда ты ее одеваешь, и происходит что-то хорошее. Вот у меня вот с вот этими моими сережками, гранат, камень, я не вижу, как я показываю, гранат, камень, и сегодня что-то мне их так захотелось утром одеть. Вот жизнь, как она есть. Думаю, я их так давно не одевала, так за ними соскучилась, думаю, нужно одеть. И вот они вот какие-то как пружные, вот везучие. Каждый день их, конечно, не будешь носить, но вот так вот сегодня так, Та-там! И погодка такая классная. И ходила на маникюр. Я вам уже говорила, что у моего мастера там проблемы с арендой были, и она перешла, там, сняла, в общем, другое помещение. И это находится в исторической части города. Я с таким удовольствием прогулялась по исторической части города. И знаете, вот как-то вот стоишь возле здания, там двухэтажное, трехэтажное, и думаешь, это строилось, тут стройка кипела, люди жили, какая-то судьба была. Вот возле какого-то окошка там девчонка ждала кавалера, когда он придёт, чтобы идти на свидание. Или там вот в каждом окошке своя история, история какой-то жизни. А сейчас смотришь, другое здание стоит вообще полуразрушенное. И думаешь, а там раньше что-то жизнь кипела. И как-то вот нахлынуло вот это вот всё. Как-то так впечатлилась я прогулкой по городу, по исторической части города. И так думаю, жалко, что вот историческая часть города, она у нас в таком состоянии. Ну, так и живём. Что мы поделаем? У нас новый день, у нас новая история. Ну, и прошлое бы своё бы не помешало бы знать. Но не от одной меня это зависит. Просто так прошлась по исторической части города. Прямо аж удовольствие получила. Такая солнечная, классная погода. Вот, прихожу домой. Говорю, Влад, какую-то вкусняшку хочется приготовить. Я говорю, купила куриное филе и хочу сделать куриные котлеты с начинкой. Он говорит, Таня, давай, сегодня, наверное, не будем готовить. Пойдём прогуляемся. Говорит, давай сегодня вместе день проведём. Не будешь ты там видео записывать, там такое. Всё, это суббота, выходной. Я говорю, хорошо. В общем, походу разберёмся. Но всё равно, знаете, вот это... Я уже один раз была, ошпарилась, когда он говорил, не готовь, не готовь. Я говорю, ну, не готовь, так не готовь. А потом раз, и в холодильнике пусто. Думаю, да не, надо будет что-то приготовить. Хотя, по сути дела, там ещё есть что поесть. Вот так вот, мои хорошие, такой классный день сегодня, суббота. Такое, сегодня число? Пятое февраля. Пятое февраля, классно. Кстати, когда была на маникюре, там говорили, с понедельника идёт тепло, плюс, пятое февраля. Какая разница, какая погода. Главное, чтобы вот тут вот было хорошо. Я не знаю, вот вы подумайте, Таня, что-то с ума сходит, что-то там непонятное что. У меня столько эмоций. Я так рада за канал Татьяна Лайфлог, что там, ну, техническая поддержка мне отвечала где-то месяц и неделя прошло. Потому что у меня вот эти мультипульти начались на канале Татьяна Лайфлог где-то с конца декабря, начало, ну, где-то вот так вот. И я тогда просто создала канал, просто чисто для себя понять, это глюки какие-то на Ютубе или же это что-то с моим каналом. И я туда вот загрузила первое видео, такой коротенький фрагмент, вот эта укладка, думаю, ой, сюда чётко пошло. Потом, дальше я продолжала, продолжала, и вот 10 дней я мучилась. Да, 11 января я создала тот канал, попробовала туда загрузить, но перед этим уже предшествовало какое-то определённое количество времени, что у меня не получалось загружать видео на канал Татьяна Лайфлог. Поэтому вот и попробовала. И потом уже, знаете, как по мозгам оно что-то бьёт, когда ты стараешься, делаешь и всё, а оно потом грузится, грузится, и ты сидишь вот так вот. Ну, и ты уже начинаешь разговаривать какой-то момент с монитором. И думает, да, всё. Техническая поддержка не отвечает. И 21 января я тогда ездила с Кумайской в этот, ну, удалять вот эту штучку, сосудик. И тогда туда зашуровала видео, опять что-то... Нет, это видео я пыталась загрузить на канал вот этот вот, Татьяна Лайфлог. Оно грузится, оно проверяется, оно непонятно что, время подходит. Ну, сколько будет? Час? Прошёл? Ничего. Три часа прошло? Ничего. Я думаю, стоп. А я на вот тот канал. И я его туда загрузила, он так чётко, так чух, и пошло. И тогда вот у меня, да, ну мы ж не знаем, вот новый день, он вносит свои коррективы, мы не знаем. Вот я вчера ложилась спать, я даже не подозревала, что у меня утром сегодня придёт ответ от поддержки о том, что всё нормально, только меньше власти там, короче, в настройках. Не, ну сама луновато. Я больше так не буду. Поэтому вот так вот, мои хорошие, я с вами поделилась. Вкусняшку будем готовить уже завтра. Сейчас, в субботу хотим провести вместе с мужем, просто походить, погулять, зайти там к друзьям в гости. Ну, в общем, и так далее. И да, кстати, вот очень важно знать ваше мнение, потому что у меня спрашивали, Таня, видео с того канала, ты будешь сюда переносить? Вот посоветуйте мне перенести или же там оставить её? Потому что, ну не знаю, это тоже часть моей жизни. А с другой стороны, это уже люди видели. А с третьей стороны, ну так, это ж одинаковая тематика. В общем, девочки, я запуталась по полной программе. У меня пока вот эта эйфория идёт, счастье о том, что с каналом моим всё в порядке. И я просто, знаете, вот это меня перебивает здравый смысл. Поэтому у вас головы свежие, пожалуйста, мои хорошие. Пишите в комментариях, переносите ли видео. И спасибо вам огромное за понимание, за поддержку. И слава Богу, что мы не потерялись, потому что мог быть такой день, что я на этом канале вообще бы ничего не смогла сделать и вам никак бы не могла сообщить. Поэтому тут резервный канал так и получился. Но слава Богу, тут я уже поняла, что я не то сделала. Поэтому всё, мои хорошие, остаёмся тут. Будем тут. И вместе мы с вами сила, мои хорошие. Всем прекрасных выходных. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.